Библейский портал экзегет.ру представляет 67-й псалом. Наша беседа, как и многие другие, записывается в московском Срединском монастыре в актом в зале Срединской семинарии усилиями, трудами тружеников портала экзегет.ру. Псалом 67-й. Любая попытка его толкования сталкивается с колоссальными трудностями. Текст этого псалма во многих местах неясен. Псалом содержит массу архаичных слов, которые почти нигде в других текстах Ветхого Звета не встречаются. Например, по седьмому стиху синодального перевода Бог освобождает узников от оков. Однако другие переводы вместо понятия оковы ставят слова к процветанию или к безопасности, или даже с музыкой. Все эти разночтения в переводах или разницы переводов, они связаны с тем, что еврейское слово кошара, которое здесь употребляется, оно нигде больше в Библии не встречается. То есть, другими словами, как хочешь, так и понимай. Хочешь, понимай оковы, хочешь, понимай с музыкой. Итак, мы имеем дело с очень древним текстом, который содержит очень архаричную стилистику речи. Помимо трудностей в переводе отдельных слов, есть еще одна более глубокая проблема. По мнению многих исследователей, в данном псалме нет единой нити повествования. И, следовательно, перед нами, возможно, сборник, сборник начальных стихов каких-то древних лирических поэм. Или сборник каких-то афоризмов, высказываний, или просто коротких лирических миниатюр. Заявить, что данные гипотезы – это ереси, которые противоречат православной точке зрения, это значит закрыть глаза на проблему. Текст действительно неоднородный по своему составу. Но любые попытки выявить богословское единство, они сталкиваются с массой допущений и оговорок. И сколько не рождалось, не рождается гипотез в отношении единства данного текста, ни одна из них не поставила точку среди ученых-текстологов или богословов. Поэтому мы имеем то, что имеем. Есть текст, который дошел до нас, но какова его была предыстория, было ли это много текстов, или он был составлен одним автором в том виде, в котором сейчас он до нас дошел. Тут предмет для множества дискуссий. Упоминание о деяниях Бога в прошлом, настоящем и будущем может в какой-то мере служить поводом для деления данного текста на две неравные части. Доминирующая идея в первой части данного псалма – перемещение Бога в пространстве. Бог восстает, вводит в дом, освобождает узников, выходит перед народом, шествует по пустыне и обитает на горе Сион, даже восходит на высоту. А вот после девятнадцатого стиха акцент смещается на постоянное пребывание Бога со своим народом. Бог пребывает в освятилище, в собраниях народа израильского, в храме в Русалиме. В первой части псалма Бог описывается как воин, активный борец за свой народ. Он постоянно в движении, он идет впереди своих людей, он не стоит на месте. А с девятнадцатого стиха, со второй части данного псалма, Бог, окруженный облаками, словно сидит на троне, в своем святилище на горе Сион, и оттуда дает распоряжение своим войскам, принимает послов из разных стран. Теперь рассмотрим детальнее содержание данного псалма. Второй, четвертой стихи. В начале псалма пересказываются слова Моисея, говоренные им, когда евреи поднимали ковчег и отправлялись с ним в путь. «Восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя». Это слова из книги «Чисел». Речь идет о ковчеге. А Бог, он как бы сопровождает ковчег. Он является над крышкой в столпе облачном. И туда, куда перемещается ковчег, туда как бы перемещается Бог. То есть, если со станом израильским идет впереди ковчег, для древних израильтян равно с нами идет Бог. «Шествие евреев по пустыне было подобно военному маршу». Первые стихи 67-го псалма уподобляют Бога некому предводителю войск, воину. Когда он поднимается, разбегаются враги. Сравнивая с другими псалмами, мы видим, что за словами «да воскреснет Бог» или буквально это по-славянски «воскреснет», то буквально все-таки «восстанет», «встанет». «Кум» – это «вставать». Слово «воскреснет» передает оттенок древнееврейского слова «кум» – «вставать». Кстати, если сейчас по-еврейски сказать «христос воскресе, воистину воскресе», то это будут слова «мешех кам, беомет кам». Буквально «христос встал, воистину встал». Итак, за словами «да восстанет Бог» стоит целый ряд его поступков. Он во гневе поднимается со своего трона, выдвигается со своими полками против врагов, совершает над ними суд, возмездие по делам их, в то же время как угнетенные получают освобождение. Как быстро тает воск от огня, так же быстро нечестивые бегут от лица Божия. Когда Господь начинает свой суд, даже горы, как воск, тают перед его лицом. Псалмопевец надеется, что нечестивые погибнут, а праведники восторжествуют в радости. Четвертый стих. А вот в пятом стихе Псалмопевец, как лидер общины, призывает собрания уже поклоняться Господу. Бог шествует на облаках. Итак, окруженный облаками бог-воин, похож на этот образ сам, напоминает образ древнего, ближневосточного бога-шторма. Этот образ часто встречается в священном Писании. «В вихре и в буре шествие Господа, облако – пыль от ног Его». Это мы встретим в книге Наума, Второзакония, в разных псалмах у Исаия. Итак, здесь два образа как бы соединяются. С одной стороны, это шествие грозовой тучи, которая наводит тень, извергает из себя громогласный голос, молнии, ливень. А с другой стороны, этот образ, он используется для описания могучего полководца, из-под колес колесницы которого поднимается облако пыли. И вот представим себе египетскую пустыню, или, скажем, юг теперешнего Израиля, там пустыня. И там действительно, если представить себе табун скачущих лошадей со всадниками, издалека они видны как облако пыли. И вот некий воин, предводитель впереди них, который отождествляет с этим облаком пыли, с облаком, которое шествует впереди. «Бог сражается за сирот и вдов», шестой стих. «Одиноких и заключенных» – это важно. Он сражается не за богатых и присыщенных, он сражается за угнетенных. «Непокорно ему останутся жить в пустыне, буквально в выжженной солнцем безводной земле». Восьмой, одиннадцатой стихи. В этих стихах автор псалма вспоминает странствование народа по израильскому, народа израильского по пустыне. Странствование народа по пустыне в первых стихах псалма было изображено как поход армии, во главе которой стоит Бог. Его шествие на облаках здесь, в этих стихах, сопровождается землетрясением и сильным дождем. «Дождь давал земле плодородие, плод земли подкреплял телесные силы странствующего народа». Стиль повествования 8-11 стихов напоминает начало песни «Деворы». Цитирую из книги Судей. «Когда выходил ты, Господи, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду. Горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа Бога Израилева». Итак, книга Судей очень-очень древняя. Она появилась задолго до Давида. Но перекличка похожих выражений говорит нам, что в основе данного псалма есть предшествующие тексты, которые знал автор и писал в этом древнем архаичном стиле. Или повторял очень привычные, известные мелодии, которые были на слуху у его слушателей. 12-15 стихи. «Господь даст слово, значит, объявит о своей победе». Вражеские войска повержены, они бегут с поля боя. Празвование начинается с того, что женщины поют победные песни. 12-й стих. При возвращении Давида с поля стражения, и тогда, когда он победил Голиафа, женщины выходили ему навстречу с пенем и плясками, с торжественными тимпанами и кимвалами. По псалму они не только поют, но и делят полученную в бою добычу. Женщины не участвовали в битве, поскольку были в тылу, в своих уделах. Или точнее было бы перевести, сидели в своих овчарнях. Но овчарни – это не то, что мы сейчас себе представляем, как некий хлев для скота. А овчарней назывался большой загон, который имел ограду. То есть некая огражденная территория, которая является тоже символом города. Что это за голубица, крылья которой покрыты серебром, а перья чистым золотом, в 14-м стихе – это огромная загадка. По-разному можно интерпретировать. Ну, предложу вам свои варианты толкования. «Ной выпускал голубя из ковчега, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Свежий маслячный лист во рту у голубя был признаком того, что вода всемирного потопа стала уходить. А сам голубь с маслячной веткой в клювике стал в последующем символом вестника мира». То есть голубь – потому вестник мира, что он упоминается в связи с окончанием Ноева потопа. Он Ною возвестил о том, что вода ушла. Но не исключено, что роль голубицы в данном псалме более приземленная и житейская. Образ голубицы, украшенный дорогими нарядами, может служить для описания новых одежд, которые достались женщинам в шатрах, сбежавших с поля битвы врагов. Ну, это известное дело. Враги покинули поле битвы, и их шатры отдавались на растерзание победителям. Кому, в первую очередь, награбленное добро доставалось? Хозяйкам домашнего очага. Лаконичный 15 стих можно трактовать двояко. «Побежденные вражеские цари подобно снегу, который выпадает, рассеивается на вершине и быстро тает на горе Силмон, так что от него не остается ничего». Или, напротив, 15 стих может говорить о том, что «когда всемогущий рассеял царей, тогда снег выпал на горе Силмон». Гора Силмон упоминается в Библии всего один раз в книге Судей. Если Силмон по Псалму и по книге Судей это одна и та же гора, тогда речь идет, скорее всего, о небольшой возвышенности, о холме, который расположен в окрестностях города Сихем. Это теперешний наблус, на который снег выпадает крайне-крайне редко и долго не задерживается, тает мгновенно, если он вообще сейчас выпадает. 16-й, 19-й стихи говорят нам о некой горе Вассанской. Гора Вассанская – это гора, покрытая дубовыми рощами, это, собственно, возвышенность к северо-востоку от Галилейского моря, лежащая между горой Ермон и Галаадом. Словари определяют значение слова башан как указание на плодородную почву, лишенную камней. Вассанская земля давала очень обильный урожай, пшеницы, производила тучных агнцев и овнов, кровье масло и овечье молоко. Гора Божия – это гора Сион в Иерусалиме. По данному олицетворенную гору Вассан псалмопевец спрашивает, почему она завидует той горе, на которой Бог благоволит обитать. Вассан был выше, плодородней, во многих отношениях лучше для проживания, чем скалистый и маленький Сион. Вассан, как ответ на вопрос псалмопевца, завидует Сиону лишь из-за того, что Бог избрал именно эту гору. На Сионе расположено святилище Богу. На горе Синай Бог заключил с Израилем завет и дал народу заповеди. Колесницы Божии – это символ, сопровождающий Господа армии ангелов, воинства небесного. По 19 стиху Бог пришел из Синая на Сион и как бы поднялся на высоту, взял в плен мятежных народов. И теперь покоренные народы приносят ему дань. 20-24 стихи. Бог одерживает победы для своего народа, как бы воюет за него. И здесь в данных стихах мы видим некую полюсность. В этой части Псалма упоминается Вассан. И есть два полюса, как бы две территории. От Вассана возвращу, выведу из глубины морской. Вассан – это земля, которая ассоциируется с высотой, где-то высоко на востоке. Глубина морская – это нечто внизу, в глубине, на западе. То есть возвращу, выведу, буквально соберу отовсюду. Находится человек ли на высоте или в глубине, на западе или на востоке. Всех плененных возвращу обратно в родную землю, обратно к городу, к горе Сион. 24 стих вызывает в нас некое недоумение и даже опасение в отношении той жестокости, которая здесь описана. Речь идет буквально о том, что победитель не просто омочит перст в крови грешника, но погрузит свою ногу глубоко. То есть кровь грешников прольется рекой и как псы погружают полностью свой язык в кровь той жертве, которую пьют, точно так же предполагается, что крови будет столько много, что победитель туда погрузит свою ногу. Этот образ нам кажется ужасным, если мы не принимаем во внимание тот страшный ужас, который наводили враги, то состояние плена и то состояние, в котором находились порабощенные народы. мы знаем, что в Египте угнетение Израиля дошло до того, что их заставляли делать кирпичи и при этом не давали им исходных материалов солома и глины. Если провести такую же жестокую, но в чем-то объективную аналогию с прошлым к нашим дням, то такой жестокости со стороны угнетателей могли доходить гестаповцы, которые сажали в концентрационные лагеря заключенных и не давая пищи, заставляя их работать. И рабочий ценился ровно столько дней, 3, 7, 10, сколько мог прожить без еды и питья. С оглядкой, но то зверство, которое могли осуществлять по отношению к порабощенным народам угнетателей, в обратной перспективе слова псалмопевца «нога моя погрузится в кровь грешников» уже не выглядят настолько страшными, если мы понимаем, что это то возмездие, которое ставит точку в насилии со стороны врагов, как бы прекращает это насилие раз навсегда, окончательно и бесповоротно. В 25-28 стихах мы снова встречаем некую процессию, путь торжествующего Бога, который как будто бы возвращается снова на Сион после победы, после войны, и это сопровождается парадом, военным парадом после поля битвы, и среди поющих, сопровождающих Бога в святилище, где Он сядет на свой трон, где Он воцарится, есть женщины, которые играют на музыкальных инструментах, есть представители разных племен, начиная от Южного Царства, Вениамина, Малейшего, Юнейшего и Иуды, одного из самых крупных колен Израиля, заканчивая северными коленами, представителями которых здесь выступают Завулон и Нефалим, два северных колена, которые могли представлять все десять северных колен Северного Царства. И так собираются в Иерусалим, шествуют за ковчегом победившие израильтяне, и поскольку ковчег предшествует, то как бы и Бог предшествует победившему воинству израильскому. В 29-32 стихе Апсамопевец хочет нам показать власть Бога над народами, которые он имел в прошлом. В этом псалме речь идет о некой дании, неких податях. В частности, здесь упоминается о могучем Египте и находящемся от Египта, но часто зависящем от него государстве Эфиопия. Мы сейчас эти государства делим на две части, но этнический состав народности который и сейчас проживает на границе этих двух государств он очень близок друг к другу. Кстати, это именно те две страны, где существует и развивается единая коптская восточная церковь. У них единая религия у Египта и у Эфиопии. Так, это два государства, которые когда-то покоряли, а потом какое-то время видимо приносили дань или какие-то представители приносили дань Израилю. Кстати, этот же образ принесения дара от Эфиопской царицы мы встречаем и в книге Деяний, в которой упоминается некий евнух Эфиопской царицы, который ездил в Иерусалимский храм на поклонение. Кстати, между прочим, история Эфиопии долгое время переплеталась с Израилем, особенно после разрушения первого Иерусалимского храма, поскольку, видно, в Египет убежало большое количество евреев с территории Израиля, и потом они стали седлиться в верхних течениях Нила. И после разрушения первого храма исчез ковчег. И вот в 587 году, когда разрушает Вавилонин Иерусалим, появляется предание, что якобы Иезекииль спрятал этот ковчег. А где спрятал? Где-то в Эфиопии. И теперь местные эфиопские христиане даже показывают пальцем на то место, где по эфиопскому преданию спрятан ковчег Завета. Более того, есть обширная диаспора еврейская, которая родом из Эфиопии. И поэтому, если вы встретите, скажем, охраняющих храмовую гору еврейских граждан, полицейских, которые темнее ночи, то знаете, что они родились, скорее всего, в Эфиопии. И оттуда потом эмигрировали в Израиль. Итак, они приносят серебро, различные дары. Они хвалятся свитками серебра, и видно это намек на то, что они богатые, и приносят богатые дары. Образ зверя в тростнике из ста доволов среди тельцов народов, 31 стих, нам отчасти напоминает Африку, где среди камышей водилось много всякого зверья, и крупных буйлов, и носорогов, и так далее. Это все намеки на какие-то иные племена, которые вслед за Израилем приходят, чтобы прославить Бога. Последние стихи данного псалма завершаются призывом восхвалить Бога, и опять же псалмопевец призывает восхвалять Бога как победителя, как воина, как всадника в облачениях, которые путешествуют по самым высоким облаках. Он не просто на облаках, он как бы на небесах небес, где-то там его горние чертоги, где-то в поднебесной, или вернее на небесах его жилища, и он туда шествует в сопровождении своего воинства. Он привел Израиля к победе и удалился к себе на ночевках небеса. Автор псалма снова и снова настаивает на том, чтобы мы признали, что любая сила и власть, который обладает избранный народ, исходит от самого Бога. Автор 67-го псалма превозносит Бога как прошлого, настоящего и будущего предводителя и спасителя Израиля, ведущего свой народ к победе над врагами. Согласно апостолу Павлу, Иисус Христос также отнял, цитирую, силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Апостол Павел цитирует 19-й стих 67-го псалма таким образом. «Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков». Но вставляет Павел эти слова в совершенно другой контекст. Он употребляет эту цитату, когда описывает вознесение Иисуса Христа на небеса. Таким образом, само вознесение Спасителя становится подобным триумфальному военному параду, на котором ведутся пленники и раздаются подарки. Некоторые стихи данного псалма «Царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах небес от века», перекликаются с откровением Иоанна Богослова. Цитирую. «Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою». Однако, как в первом и втором случае, поверженные цари приносят дань уже Новому Иерусалиму. Цитата из псалма указывает на то, что в тексте Нового Завета этот псалом интерпретировался как указание на Иисуса Христа. Его победу над сатаной на кресте и его второе славное пришествие на облаках небесных. Когда он совершит окончательную победу над злыми людьми и злыми духовными силами. В силу того, что первейший источник зла для христиан враг рода человеческого это сатана, подвижники христианского благочестия издревле ведут брань не против начасть властей против мироправителей тьмы века сего, но против духов злобы поднебесной. христианского 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 христианского